Международная выставка под названием «Транспорт России-2016» прошла в Москве на минувшей неделе. Свой проект на ней презентовали и представители Беларуси. Подробнее в репортаже. Транспортная неделя, в рамках которой и прошла выставка. Уникальный формат, включающий в себя крупнейшие и наиболее значимые деловые и культурные события отрасли. На территории выставочного центра «Гостиный двор» были представлены различные инновационные проекты в сфере автомобильного транспорта, авиации, судоходства и другие технологии транспортной сферы. Свой проект на выставке «Транспорт России» представила и белорусская сторона в лице ЗАО «Струнные технологии», презентующие инновационные технологии, которые уже начали проходить ходовые испытания в городе Марина-Горка под Минском. Уже презентовали технологию Дмитрию Анатольевичу Медведеву и то, что вы видите... Тогда он был президентом. Да, тогда он был президентом. Начало слово губернатору Ульяновской области. Пожалуйста, Сергей Иванович. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, на мой взгляд, нам надо не столько и не только догонять остальной мер, мы сегодня об этом говорили уже здесь, сколько обгонять его в принципиально новом направлении. И я уверен о том, что нашей стране сегодня нужна такая большая, амбициозная сверхзадача. На мой взгляд, ей может стать транспорт нового поколения, который может эксплуатироваться в любых условиях, быть самым экономичным и экологически безопасным. Такие разработки у нас есть. Это струнный транспорт Юницкого. Именно это, кстати, и есть инновации, если уж так по-честному, но такие уже серьезные. Вот, и то, что вы презентовали тогда, и то, что мы видим сейчас, это сильно отличается? Далеко ли мы ушли вперед? Я хочу сказать, что это, сказать, что кардинально отличается, наверное, неправильно было бы, потому что общий подход понятен и очень верен, потому что он дает возможность сохранить все экологии. Это вселяет уверенность о том, что в Российской Федерации эти все же технологии придут в ближайшее время. Транспорт – это наш главный рычаг. Все школьники должны идти в транспортные вузы. Инженер транспортного машиностроения – главная фигура в нашей стране. Транспорт нам нужна пневмотруба или струна. Идет струна на сваях, тундра. Там невозможно делать дорогу на земле. Все растает летом. Опять это мы все сделали. Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию струнного транспорта Юницкого инновационной, перспективной и поручило совместно с отраслевым центром импортозамещающих технологий на транспорте приступить к тестированию. В анонсах самых ожидаемых премьеры на Транс-2016 наш проект рассматривался как вишенка на торте, ибо подавался как вкусное на третье. Все, что мы успели с коллегами посмотреть пока, не так сильно впечатляет, кроме вашего стенда, потому что здесь действительно каждая технология, которая представлена, это инновационная технология. Рот говорит о том, что мы отличаемся от многих других экспонентов здесь, в том, что они пытаются продать то, что у них уже есть. Правда, это уже транспорт вчерашнего дня. Мы же привлекаем инвесторов для того, чтобы сделать транспорт будущего. И я просто думаю, что это все революционизирует транспорт вокруг мира, но ключевое – это строение, и они все придут, они должны увидеть. Вы seem to be a financial expert. What is your interest in the future transportation technologies? Well, my background is in the financial world, having done many different areas in software and in banking and in consulting. But my interest really in the technology is how it can change things for people's lives, which will also impact the financial aspects of their life. So, for me, it's very interesting, that this new technology can really be the Internet of Transportation. Министерство транспорта и коммуникации совместно с заинтересованными организациями с 4 по 6 октября 2016 года проводит в городе Минске белорусскую транспортную неделю, в рамках которой минчане и гости белорусской столицы смогут посетить 10-ю международную специализированную выставку «Транспорт и логистика-2016». И в первый же день Стэн Скайуэй посетили председатель организационного комитета, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Николаевич Калинин, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Анатолий Александрович Сивак, министр транспорта и связи Литвы Римон Тассенкевичус и многие другие. Не обошел нас своим вниманием и первый заместитель председателя Президиума Национальной Академии Наук Беларуси Сергей Антонович Чижик, который не только с большим интересом ознакомился с экспозицией, но и оставил положительный отзыв в книге почетных гостей. Это принципиально новик транспорта, это разновидность строительства транспорта, литвенческий транспорт. С уникальными характеристиками. Вот это, пусть он к местным, мини-байк, и скорость в той церкви отъезжает. Можно сносить педали, вырабатывать энергию и хватить проезд. Только за счет педали можно на 60 км получать скорость. А уже вы запустили там 15-километровые? Мы сейчас устроим. И первый участок в этом объеме уже покажем, где гни-байки будут и бегать. Таких машин ни в мире нет. Мы переживаем весь мир, и если, допустим, сравнить, это что же электромобиль? Говорят, это не электромобиль, а что же это? Это полноценный электромобиль. Сравните с Теслой. Как мы используем педали, мы имеем в облачных планах в городе, и поэтому мы можем защищать облачные планах и поставить в эти планы на реализацию нового транспорта для общественного транспорта или хорошего транспорта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Совсем недавно наша съемочная группа вернулась из Экотехнопарка, где стала свидетельницей очередного визита весьма представительной делегации Национальной Академии Наук Беларуси. Возглавил ее академик, доктор биологических наук, профессор, академик, секретарь отделения биологических наук Национальной Академии Наук Беларуси Михаил Ефимович Никифоров. Помимо Экотехнопарка, научные эксперты также ознакомились и с опытно-экспериментальным производством закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Я должен сказать, что, конечно, производит впечатление именно экологическое мышление руководителей и сотрудников этой организации. Работы ведутся не так давно, но уже первые результаты, конечно, впечатляют. Потому что даже до каких-то мелочей продумано возрождение, скажем так, всех групп растущих организмов. Здесь посаженный сад, здесь разводятся грибы, здесь, значит, продумано и водоемы. ЗАО «Струнные технологии» ЗАО «Струнные технологии» была получена правительственная телеграмма от Владимира Жириновского, председателя и основателя Либеральной демократической партии России. В своем послании политик выразил благодарность коллективу «Струнные технологии» и отдельно генеральному конструктору Анатолию Юницкому за предложение по ремонту принадлежащего ему ее мобиля. Анатолий Юницкий подтвердил готовность осуществить ремонт первого российского электрокара. По его словам, для этого у компании есть все необходимые компетенции и производственные мощности. В адрес Владимира Вольфовича будет отправлено письмо с конкретными предложениями. Мы подробно познакомились с этой уникальной технологией, отличающейся экономичностью и способностью создавать рабочие места. Важно, что при реализации этого проекта улучшается жизнь людей, особенно в арабских и африканских странах. Я считаю доктора Юницкого гением. Это просто поразительно. До приезда сюда я не знал, чего можно ожидать, что нового можно узнать. Здесь я увидел практическое применение этой технологии, предназначенной для людей. У меня две цели. Во-первых, на полигоне продолжается строительство. Мне было интересно увидеть это. В последний раз я был здесь в июне прошлого года. Сейчас я смог увидеть, что испытательный полигон уже действует на данном этапе. Я хотел ознакомиться с достигнутым прогрессом. Во-вторых, я хотел предоставить такую возможность Питеру Догету из Национального агентства Австралии по безопасности рельсового транспорта. Конечно, для нас очень важно было увидеть полигон в действии хотя бы в вашей стране. Потому что, когда я рассказываю о внедрении SkyWay в Австралию, первый вопрос, который мне задают, звучит так. Где это работает? Раньше я мог только сказать, что в Беларуси строится испытательный полигон. Но теперь я смогу ответить, что это работает в Беларуси. Это очень важно для нас, чтобы добиться понимания, реализации этой технологии на практике и ее выведения в коммерческий оборот для потенциального применения в Австралии и других странах. 23 марта 2017 года заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров посетил экотехнопарк SkyWay. В интервью, которое Руслан Усманович дал службе новостей телеканала «Мир», он рассказал о том, что сотрудничество началось не так давно, когда ему были показаны буклеты с трехмерными визуализациями транспортных решений и струнного транспорта Юницкого. После этого вице-губернатор ознакомился с промышленными образцами подвижного состава SkyWay на выставке «Натранс-2016» в Берлине, а в этот день смог оценить достижения SkyWay в действии. Цель нашего визита – более познакомиться, дать более точное, так сказать, точное техническое задание для выполнения предпроектных работ. И после этого, так сказать, этот аванпроект будет презентован мэру города Одессы. Когда все начиналось, было совсем не так, как сегодня. Сегодня мы увидели реальные действующие модели в экотехнопарке в городе Марьиногорка. Мы были на производстве, которое уже конкретно занимается именно сборкой подвижных составов. Пуля, летящая в цель, не любуется пейзажем. Субтитры создавал DimaTorzok